Добрый день! Сегодня на питании слух от шоу про мым эфиры радиостанции «Гомель плюс» отказывал старшиня Мазирского района Евген Адаменко. Сирот переможцев Республиканского спорта в номинации «Будовничество» открыто акционерное товариство «Мазирский домобудовничий комбинат», в номинации «Сельская господарка» державное предприемство «Савгазкомбинат Зара», открыто акционерное товариство «Беларуськабель» в номинации по экономии энергоресурсов. Вот по видности с решением Гомельского областного, выполненного комитета 19-го кроссовика 2016 года, на дожку гонору Гомельской области так само занесены. В номинации «Лепшая промысловая организация» открыто акционерное товариство «Мазирский нафтоперепросовший завод» и открыто акционерное товариство «Мазирсоль». В номинации «Лепшая организация газовой господарки» вытворшее управление «Мазиргаз». В номинации «Лепшая организация сельской господарки» державное предприемство «Савгазкомбинат Зара». Тяжелее удержаться, но я могу сказать, что за 2014 год наш район занесет также на республиканскую доску почета. Мы удержали свои позиции и приумножили их. И сегодня самое главное – это работа, это производство продукции. Не ради производства продукции, а самое главное, чтобы эта продукция была качественна и снижение затрат на ее производство. Вот над этими слагаемыми работают наши коллективы и предприятия. В первую очередь, это модернизация предприятий, инновации, инвестиции. Если продукция будет качественна, дешевле стоит, то она будет востребована и в республике Беларусь, и за ее пределами. 20 миллионов тонн другасных материальных ресурсов повинна нарыхтовать Гомельская в область селета. За первые пять месяцев отремалось собрать колесо 7 тысяч тонн. Как выйти на прогнозный покажек и чему заповолилися шляхи сбора сыровины? Это пытание выражались на сегодняшнем посаджении Гарвы Конкама. В последние годы макулатуру сбираете окажет усей громадой. Молодь, школьники, предприемства. Проводятся конкурсы, акции. До вытворчего комплексу доводятся обовязковые до выконания лишбы. И не глядяши на эти меры, до необходных тонн яше далека. Проведенные мониторинги здивили. Некоторые организации не отримали распоряджение сбирать макулатуру. Иншие при матью делу в этой справе в уголе отмывилися. А широк нарыхтовших предприемств продавал другасные материальные ресурсы за мяжу. Следует отметить, что отдельные предприятия частной формы собственности выявлены недобросовестной работой. Так, Туник, работая с крупными торговыми объектами, Юнифуд, АВИ, макулатуру, поставляет не перерабатывающие предприятия на республике, а за пределы республики Беларусь. Что тем самым влияет на невыполнение его заказов. На неоднократные указания ситуация не изменилась. По такой же схеме работала и второматериалы 1, которые забирали макулатуру в белую юристину ГИПА. В результате проведенных переговоров на выездном мониторинге, белые юристы расторгли договор с тороматериалом 1 и по результатам тендера заключили договор с ООО «Мусорсор». В «Эквадома» паперовая продукция, якая вырабляется с другостных материальных ресурсов, больше танная и экологично чистая. И не треба забывать, что при отказном подходе до сбора макулатуры и раздельного сбора сметя у всех нас, от школьника до керунника, мы сбережем самый каштовный ресурс Беларуси – наши лесы. На Хомельшине даден старт акции «Белая Русь с любовью до детей». В ее рамках отбывается ушанование женщин, якие народили детей уголовное державное свято нашей краины – День незалежности Республики Беларусь. На веншивание молодых мать в Гомельском областном клиническом родильном доме побывала наш корреспондент Светлана Князева. Народиться у День незалежности на Хомельшине пошастило 30 немаулятам. Семьи 19 шлюбных пар пополнились в этот день новонародженными сыночками. Остатние 11 немаулят – девчонки. У Гомельским областным клиническом родильном доме 3-го липеня на Свет з'явилось 8 деток. У их лику и датчушка Катярыны Касенко – Арына. С догадку на кон того, что дитя народиться у День незалежности, выказала свояцшка и материнское сердце. Близкая тетя, она сказала, что в День независимости точно будет. Ну и как-то тоже сердце почувствовало, что в День незалежности. Акцию «З любовью до детей» объединение «Белая Русь» ладить уже на протягу 8-ми годов. За этот час на Хомельшине члены объединения повиншовали калет 300 мать, которые народили детей у День незалежности. День незалежности – это практически профессиональный праздник общественной организации «Белая Русь». Поэтому для нас он имеет особенное значение, мы – организация патриотическая. Поэтому мы поздравляем мам, которые родили именно в этот день своих детей. Хочу сказать, что из года в год количество детей в нашем регионе рождается все больше и больше. Если в 2015 году было 12,8 десятых, то в этом году уже 13. В первом квартале Бягушего года на Хомельшине народилось 6042 детяти. Это на 333 больше, чем за аналогичный период минулого года. На протягу трех дней мать из всей области, які народили своих деток у День незалежности Республики Беларусь, окромя родных и близких, обовязково отримают веншование от представников улады, депутатов, старшин районных организаций «Белой Руси». Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельской области уже другой год реализуется новая форма занятостей детей в летний период. Оздоровленшие пляцовки працуют при каждой школе, у дворах густонаселенных микрорайонов, а так само в господарках и для сельских домов культуры. Як организована такая праца, высветляли наши корреспонденты. Летняя оздоровленшая пляцовка – это новая форма работы, якая реализуется у Гомельской области. Кировництво школы распроцовывая график отпуска утака, кожный вечер педагоги займались с детьми на спортивной пляцовце. При жадании можно погулять у Велии Болти провести соправданный футбольный турнир. Необходный инвентар детям выдадут педагоги, а это, как правило, наставники физкультуры, займаются подрыхтокой усих спортивных забал. Если брать три часа вечерних, которые мы конкретно говорим, то я думаю, что 200-250 человек за эти три часа у нас проходят. Но большое количество детей, конечно, приходит и в дневное время. Родители приходят с детьми. Для педагогов это додатковый заробок. Для детей максимум весело провести час и батьки не супрыть. Наоборот, выпускают. Иди лучше на улицу погулять, чем дома сиди. Свежим воздухом подожать – это очень полезно. Прыгаем, бегаем, катаемся, отжимаемся, прескочаем. У города дети сбираются от шастей за все у школьных дворах густонаселенных микрорайонов. У сельских населенных пунктах – на школьных стадионах и пляцовках для сельских домов культуры. В этом году мы расширили этот формат и подключили сельские населенные пункты с подвозом детей в центральную усадьбу. Там, где нет учреждений образования, совместно с нашими коллегами с учреждений культуры, спорта, организовываем такие площадки по месту жительства для того, чтобы занять детей именно в сельской местности. Такие здравленшие пляцовки працуют все лето. Яухин Пабалавец, Настасья Кучинская, Максим Славин. Телерадоя компания «Гомель». Выпускники учебного центра Министерства внутренних справ Республики Беларусь, которые будут проходить службу на территории области, встретились с керавнистом Управления внутренних справ Гомельского облаконкама. Перед отправкой в свои подразделения они отримали каштовные парады и рекомендации. Усяго шероги областной милиции пополняют 11 сотрудников. Керавники Управления внутренних справ Гомельского облаконкама упевнены, что в будущем каждый из присутствующих станет соправдным профессионалом. Гэтамы будут садзейнышать больше вопытные коллеги, які обовязково подделятся с молодым пополнением своими практичными ведами. Так само выпускникам учебного центра пора или николи не спыняться над досягнутым, а за все дымкнуться профессийно развиваться. Лето пора отпадшинку. Большаясь Гомельчан отправляются на морский берег, инши ратуются от спеки за городом цена городских пляжах. Як шмат вариантов для отпадшинку ля воды иснує у межах города в гэтам сезоні, які пляжные зоны найбольш популярныя сярод Гомельчан, і чым привабны новые пляцовки. Ці на усіх пляжах дозволено купання, і чым пагражає ігноровання забароны эпидеміологам. А так само яких мер подчас пляжных отпадшинку рекомендуєць притрымливацца супрацовнікі Асвода. Отказы на гэты и іншые пытанні дадуть эксперты программы «Добрый вечер Гомель». У другим блоку вечерного ефіру телеглядачоў чакая погруження у самая серця австралийського континента. Менавіта туды і здольна перенесці музыка гомельській етнічній групы «Рэха землі». У центру уваги один з найстарайших духовых інструментів у свєте – діджер-ы-ду. Падшуття гагучані і доведацца прадзійність музычного каліктыву можна сьоння у программе «Добрый вечер Гомель» у 19.30 на телеканалі «Беларусь 4». У Гомеля сьогодні стартує обласны етап республіканських дітячых з поборництва по футболі «Скораный мяч» у старейшій узростовій групі. Раніі стали відомы пераможці турніру сиротфутболісту молодшій і середній узростових категорий. У з поборництва худельнішили 32 команды. Головно умово – хлопчики не повинны займацца у спеціалізованных секціях спартшкол. У фіналі турніру молодшій узростовій категориї сустріліся команды Житковецького района і Савецького района Гомеля. Моцнійшими оказаліся житковчані – 4-1. Уголовній матчі середній узростовій категориї мерялися силами дружин Єльського і Жлобінського районів. Жлобіншані були мацні 5-0. Команды-пераможці проставять нашу в область на республіканським фінале з поборництва у «Скораный мяч», який відбудзіться у вересні. Гэта інші новини ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтам випуск завершений, у студії працював Яген Паблавец. Усяго доброго і до зустрічі у ефірі. Дякую за перегляд!